В театрально-концертном центре Щелковский театр прошла первая встреча нового киноклуба. На нее пригласили актера и режиссера Семена Морозова. Мы знаем его по многим ролям кино, из которых «Самое звездное» в фильме «Семь невест» Ефрейта Разбруева. Известен публике он и как режиссер. На протяжении почти 20 лет Семен Морозов снимал детский юмористический киножурнал «Яролаж», за что в 2010 году был удостоен премии правительства России. Открытию киноклуба в Щелкове Морозов придает по-настоящему большое значение как интересному и перспективному начинанию. Очень, на мой взгляд, важный, нужный, серьезный проект – это киноклуб. Это вообще идея киноклуба. Во-первых, я осуществленную эту идею видел во многих городах. И есть просто фанаты, в хорошем смысле слова, это не фанаты «Спартака» или хоккейной команды, понимаете, которые подраться могут за свои убеждения. Тоже хорошо. Но это все. А это люди, которые хотят в этом разбираться, все больше. Значит, во всем мне хочется дойти до самой сути, да, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Вот что-то в этом духе. Семен Морозов стал первым гостем киноклуба. Впереди будут следующие заседания, на которые приедут и другие любимые зрителями звезды кинематографа. Киноклуб, он бы объединил любителей кино, тех, кому интересно. Хотелось бы рассказывать о кино прошлых лет. И, наверное, с самого боевого основания. То есть еще с киногнемой, которое у нас было. И как это все развивалось, как росло, и чего мы достигли. Неизбежно продерживаться. А с чего начиналось? А что было? Не все же знают историю кино. Про братьев Лембер, там, я не знаю. Вот, понимаете, вот это, на мой взгляд, кино, оно уже вечное. Оно все равно будет. На разных носителях оно никогда не денется. Оно вечно будет существовать. Вне всякого сомнения, киноклуб в театре на Фабричной – увлекательное занятие для многих щелковцев. И для людей постарше, и для совсем юных. Теперь всем, кто захочет присоединиться, осталось только внимательно следить за объявлениями на сайте Щелковского театра и на его афишах. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение.